Президент Республики Молдова Игорь Николаевич Гадон! Поверьте, для меня основной задачей в качестве президента попытаться вас убедить, что нужно возвращаться домой. Попытаться убедить вас, что у Молдовы есть будущее, что если вы вернетесь, вам не придется опять уезжать. И я понимаю все, поверьте. Я очень хорошо понимаю трудности каждого изъезда. И когда-то далеко от своей семьи, я вам обещаю, что мы сдаваться не будем. Более того, я вам обещаю, что мы победим. И мы победим все вместе. А мы обязаны победить. Коллеги, ну, если не мы, тогда кто? Ну что, оставим тех, которые хотят в Румынию. Я не против Румынии. Я встречался две недели назад, наверное, вы видели по Инстаграму, по Фейсбуку. Я был в Париже, встречался с президентом Румынии там. И я сказал, вот, что проблема виновата? Фраз, фраз. До фига, рестапел, надо с ваканси. Знаете, я уверен, что каждый из вас хочет, чтобы дома у нас ситуация изменилась. Я уверен, что 90% из вас больше-больше недовольны тем, что происходит. Вот так вот. Помните, два года назад, с некоторыми из вас мы здесь встречались, после моей победы на президентских, я вам тогда говорил, коллеги, друзья, это половина победы. Потому что я уверен, что этот парламент будет нас блокировать, и это правительство. И вот два года мы с ними воюем. Я для себя поставил задачу, что? Попробовать решить максимально проблемы, которые есть в России. Потому что, давайте скажем честно, не потому, что мы сейчас в Москве. Я тоже самое говорю и в Париже, и в Вашингтоне, и везде. Но без России малого они выжили. Без хороших стратегических отношений и партнерства с Россией, Молдова как страна не выживет. Вы согласны со мной? Для многих из вас Молдова стала в новой родине. Нас здесь примили, нас здесь понимают. И с нами готовы нормально дружить, работать. И за эти два года, те многочисленные встречи, которые у меня были с Владимиром Владимировичем, вы видели по телевизору, видели наши декларации, на этом и были нацелены, чтобы мы решили те проблемы, с которыми сталкиваемся. Некоторые вопросы решили. Наверное, вино уже молдавское есть. Не столь много, но есть. И коньяк чуть-чуть появился. Вы наверняка знаете, что наши яблоки вернулись. В прошлом году 215 тысяч тонн яблок мы поставили на российский рынок. За все 27 лет независимости ни разу не было таких поставок. Но нам нужно полностью открыть, потому что в этом году в Молдове был огромный урожай. Обычно у нас более 400 тысяч, в этом году более 500 тысяч. И где-то 50 или несколько десятков тысяч остались на полях. Просто не успели вывезти. Но куда мы сможем эти все товары, вино и так далее, куда поставить? В Европу. В Европу у них вот столько всего. Конечно, Россия. Конечно, с Россией нужно дружить. Когда часть молдавской власти, парламент, правительство говорит там антироссийские вещи. И операционные номграта, там дипломатов и так далее. Конечно, со стороны России иногда не все это понятно. И они говорят, Игорь Павлович, ну как? Мы вам вот попросили в прошлом году сделать тот амнистию, помните? Миграционную. Несколько десятков тысяч вы были и вам поставили в чате. Сперли некоторые нарушения. Вы попросили открыть рынок, мы открыли. А ваше что делать? И я хочу вот на этой встрече еще раз поблагодарить руководство Российской Федерации, что оно понимает и очень взвешенно подходит. Не рубит с плеча. Знаете, иногда эмоции могут быть, ага, вы так, а мы запретим все и всех домой. Нас здесь понимают. И открытых диалогов. На последней встрече, которая у меня была, официальная встреча с Владимиром Владимировичем несколько недель назад, мы договорились о экспорту. Пять товарных позиций. Ну, самые, что мы больше всего здесь оставляем? Яблоки, овощи, вино и консервы. Ну, виноград тоже здесь, плодовощная. Вот по этим пять товарных позициям, начиная с 1 века, снимаются все таможные кошки. Чтобы вы понимали, что это означает. Я объясню, что это означает по одному примеру, простому. На каждый килограмм яблок, который мы поставили в этом году и в прошлом году, наши производители платили 6 евроцентов таможенных кошек. Это в наших леях, это леи 20, если 20 в курсе. В теории оплатила фига 1 килограмм. Цинько-де-фапу, комик-экспортат, доу-су-тишеваде-медитоне, доу-су-ди-миллион-делей заплатили только таможенные сборы. Сейчас это снимется. Конечно, куда пойдут эти деньги? Эти деньги пойдут к производителям, к фермерам. И то же самое по вину, по консервам и так далее. И когда я попросил Владимира Михайловича, помогите, потому что вот по этим пяти товарным позициям, я понимаю, что правительство не хочет разговаривать и так далее, давайте снимем эти таможенные кошки. И Путин пошел на встречу и говорит, давайте так, мы это снимаем, но снимаем только на 6 месяцев. И вы понимаете, почему? Потому что в феврале выборы. Если после будет правительство, с которым можно разговаривать, конечно, мы решим и снимем на все. Если будет то же самое правительство и парламент, большинство, которые делают антироссийские вещи, они обиделись ведь и не хотят ехать в Россию. Когда парламент, Госдума приглашает кого-то из депутатов в Молдасск, никто не хочет, чтобы вот есть, дать там англичане. Конечно, Путин мне сказал, Игорь Николаевич, мы решаем на 6 месяцев. Мы готовы снять полностью все. Но если будет правительство и парламент, с которым мы можем работать, разговаривать после парламентских выборов, конечно, мы это решим. Не будет, ну, не будет, не будет. Конечно, очень важно. У нас сейчас не избирательная кампания. Но в любом случае все вопросы будут нацелены на то, как поменять ситуацию в Молдове. С теми, которые 9 лет у власти, по власти в Молдове 9 лет, те же партии. С 2009 года, когда разрушили здание президентуры, которые и парламента, и на парламент потратили из бюджета 1 миллиард лей. А на ремонт президентуры я договорился с турками и сделали ремонт бесплатно. Ни один лей из бюджета не было. Видели наверняка по телевизору, ремонтированные и так далее. Кстати, приезжайте домой, я вам экскурсию сделаю. Хотите? Я сказал, что раз в две недели будет свободный доступ к президентуре. Поэтому, вот приедете, вы видите, там будет график, пожалуйста, заходите. Конечно, все нацелены, что будет после этих выборов. Я сейчас подробности, если будут вопросы, буду отвечать. Вот один блок. Экономика, договоренность с Россией. Есть второй блок, который касается наших грантов, которые здесь находятся. В России, по официальным данным ФМС, сейчас МВД, около 400 тысяч молдаван. Реальность их больше. Вы понимаете, 600-700 тысяч наших граждан находятся временно, либо постоянно на территории Российской Федерации. Из этих более полумиллиона, у почти 200 тысяч есть нарушение миграционного режима. Если я сейчас спрошу, ну вы точно, если я вас спрошу, вы руки не поднимете, потому что будете бояться здесь ФСО и так далее. Но если я спрошу, я уверен, что в этом зале есть люди, у которых есть это нарушение. Не потому, что они хотели. Так получилось. Есть на 5 дней, на 10, на год кто-то просрочил прорывание здесь. Вы знаете, есть определенный регламент. Так вот, по этим 200 тысяч, которые нарушили, большинство из них, 150-148 тысяч, нарушили по 26-й статье, я уверен, что законы вы знаете, у меня есть, могу прочитать. Есть закон о въезде и выезде, как называется, мне кажется, из Российской Федерации. Здесь есть мой юрист Максим Беденский, может дать закон, если нужно будет. Есть нарушение по 26-й статье и по 27-й. Так вот, по 26-й статье нарушений у 148 тысяч наших граждан. Как решить проблему? Мы очень долго обсуждали. Разные варианты. И я вам скажу, к чему мы пришли на сегодняшний момент. Мы договорились так. И Российская Федерация готова на это пойти. Что те, которые будут, вот из этих 180 тысяч, ну 150 тысяч здесь, 20 тысяч дома. Те, которые до 1 февраля, не позже, послушайте, это очень важно. Те, которые не позже 1 февраля уезжают из России и возвращаются обратно не раньше 15 марта. По возвращению им спираются из системы все нарушения. По статье 26-й, там есть два, как их артикуль, две части. И по статье 27-й, три части. Еще раз, еще раз. В прошлом году, когда мы делали, ну так называемую амнистию, наши молдаване должны были пойти в участок, сказать, вот я такой. И там было устное распоряжение и ставили печать. Помните? Сейчас будет официально на сайте соответствующий государственных структур. И те, которые выезжают не позже 1 февраля, не позже, и возвращаются обратно не раньше 15 марта, то по возвращению в системе у них будет ноль нарушений. Они начинают с чистого лагеря листа. Для того, чтобы вы проверили, кто, какие нарушения имеют, я запросил у наших коллег из России, чтобы мне передали данные всех нарушителей. Вы их сейчас в системе не найдете в интернете. У нас будет открыто с 10 декабря колл-центр, горячая линия, несколько десятков телефонов, где каждый из вас может набрать, позвонить и спросить. У меня, вот я такой-то, такой-то, год рождения и так далее. У меня есть нарушение или нет нарушения? Есть? Не-не, здесь будет. Мы здесь организуем колл-центр. И каждый, и в Молдове будет, и здесь, и там. Ну, может, не проблема. Мы, друзья, мы с вами сейчас советуемся, и очень важна эта встреча, чтобы я понимал и от вас дополнительно, как вы считаете, что лучше было, что было и в Молдове, и здесь. Чтобы я это организовал. Чтобы люди все, будь то отдельно, мы сделаем отдельные ролики, здесь запустим везде. Я сделаю 500 тысяч, миллион листовок, распустим везде. Во все автобусы и так далее. Все это мы сделаем на высшем уровне. Все будут знать. Но процедуру объясняют в третий раз. До 1 февраля нужно выехать. А если они там уже? Те, которые там, должны въехать обратно, не раньше 15 марта. Для того, чтобы вы в это поверили, для того, чтобы вы в это поверили, будет официальная позиция Министерства внутренних дел, ну, ФМС. И кроме этого, мы сделаем отдельные встречи в Госдуме и так далее с руководителями диаспор, которые здесь есть, часть руководителей, мы у нас, скажем, отдельно в декабре. Всех пригласим еще раз, проведем с вами, чтобы вы понимали что-то серьезное на самом высоком уровне. Чтобы не было каких-то сомнений, получится или не получится. Вот примерно, что есть по миграционному режиму. В общих чертах ясно? Ясно. Теперь? Пожалуйста. Ну, я вас очень прошу, друзья, коллеги. Давайте так, первое предложение попытаться этот срок сократить, для того, чтобы вы здесь не потеряли слишком много времени, чтобы успели туда и обратно. Те, которые имеют нарушение. То, что касается процедуры, понятно, да? Как это будет? То, что касается горячей линии телефонов, в начале декабря я опубликую у себя в соцсетях. И кроме этого сделаю несколько сот тысяч листовок, и везде, где наши молдаваны находятся больше, где они работают. У нас же есть информация и у соответствующего органа тоже есть. Мы это все распространим, чтобы вы знали процедуру и знали, куда обращаться. Поэтому по этой части понятно. Теперь давайте последнее, чтобы вы знали, за что я выступаю, хотя вы знаете. Я буду делать все возможное, чтобы мы сохранили свое государство. Я проговорил. История Молдови и Лима Молдовна. Вот это моя позиция. Второе. Я за нейтралитет. Я категорически против, чтобы Молдова вошла в НАТО. Я уверен, что все с этим согласны. Третье. Я хочу побыстрее решить преднестровскую проблему. И вы знаете, за эти два года я четыре раза встречался с Красносельским. И некоторые вопросы были решены, потому что, к примеру, молодые люди, которые заканчивали вузы университета в Приднестровье, их дипломы только в России признавали, в других странах не признавали. И мы решили, и сейчас ставится печать, и можно с этой дипломы везде, потому что он уже как молдавский. И другие вопросы. Я в этом направлении двигаюсь. Четвертое. Я за наши православные ценности. Я считаю, что то, что разрушает наше православие, вот все эти миноритет, шабы и так далее, нам не нужно. Я понимаю, что где-то у них там есть что-то, но вот это нам навязывать не нужно. Поэтому православие, церковь наша, наша традиция. Семейные ценности. Я провел первый конгресс семьи в этом году в Кишиневе. И следующий год, 2019, я объявил годом семьи в Республике Молдово. Вот отдельная программа для поддержки семьи. Чтобы вы знали, это основная проблема будет для Молдовы. У нас за 27 лет из страны, где проживало 4,5 миллиона, осталось 3. Сейчас меньше 3 миллионов граждан в Молдове. Если ситуацию не поменяем, через 10 лет у нас будет 1,5 миллиона, из которых половина пенсионеров. Все. У нас уже проблемы дома. Звоните родственникам. Если раньше в селе можно было брать человека на работу по 100-150 дней, сейчас 300-400, нет людей просто. Молдове практически не осталось активных людей. Они либо уезжают, либо непонятно чем занимаются. Но большинство уехало. И пятое, принципиально, надо разобраться с этой коррупцией, с миллиардами и так далее. Вот что я хочу сделать. Вот 5 вещей. Поэтому их можно, кто первый, кто второй, их можно менять вот так. Они не кто выше, кто ниже по приоритету. Они вот так. Все 5 вещей принципиальных. Государственность, нейтралитет, решение преднестровской проблемы, наши ценности, коррупция. И есть, конечно, и шестое. Это дружба с Россией и вот эта взвешенная внешняя политика. Вот это я хотела вам сказать. Теперь давайте вопросы, чтобы вы не заснулись. Я хотела вам пожелать удачи. Знаете, что народ с вами, смелость вам, вам правильно сказал, мы вас поддерживаем. Большой привет передать нашей первой леди. Она очень красивая, добрая. Вот это надо снимать. Хочу сказать, что доброта спасет мир, а вы, ваша семья, спасут нашу Молдову. И хочу еще рассказать о том, что 4 года назад, когда были выборы здесь, в Москве, я стояла 3 часа. Мороз был сильный, снег был по коленам. А мы нам разливали кипяток, чтобы нас как-то согреть. Но пост, посольство закрыли, и нам так и не дали проголосовать. Сотни людей стояли. Они пришли с работы, приехали из-под Москвы, ехали по 2-3 часа. Народ стоял, ОМОН нажалил, говорят, идите домой. Но мы говорим, нет, мы будем голосовать. Они говорят, вы не успеете, все закроется. Идите домой. Кипяток награжден сильный. Люди России как-то. Но никто о нас не позаботился тогда. Мерзли. И так и не проголосовали. Вы имеете в виду, все таки сделайте так, чтобы как-то проголосовать тем, кто не может поехать на Уталию. Это букет для Калина. Перейдите, она у вас чудесная. Ее брат вот там, тоже работает в Москве. Красивая первая леди. Перейдите, передайте. Самая красивая первая леди. Спасибо. Вот по поводу голосования. Есть из... Ну, во-первых, тогда будет другой посол. Сейчас нормальный посол. Если что, он будет кипяток наливать. Конечно, ОМОН будет помогать, но он будет ходить наливать всем кипяток, потому что в любом случае выборы 24 февраля будет холодным. В любом случае будет холодным. Но давайте объясним еще раз мою позицию. И вы, чтобы понимали, что будет и в этом году. Конечно, 150 они не откроют. Они боятся. Потому что 150 участков если проголосует 150 тысяч человек, это другой порлажник. Это точно не ебкий. Они это очень хорошо понимают. Нам нужно добиться власти, потом я буду открывать подвесные участки. Будете все отголосовать здесь. Я вас всех буду просить, чтобы голосовали. Обязательно за меня. Главное против них. Главное против них. Сейчас, дай Бог, чтобы открыли несколько десятков участков. Потому что было только 8. А если мы говорим о ситуации 4 года назад, в Москве было только один участок. Сейчас на президентских открыли 2. Но тогда только один. И что у нас произошло на президентских, на моих выборах? В Европе проголосовало 140 тысяч. В Европейском Союзе. А здесь проголосовали всего лишь 10 тысяч. И мы были на грани поражения. Если бы здесь открыли тоже 100 участков, как там, то была бы победа не 52 на 48, была бы 60 на 40 минимум. Это все понимают. И мы это, конечно, понимаем. Наша задача добиться сейчас победы на этих парламентских выборах. Мы поменяем эти вещи. Будем совсем по-другому. Сейчас несколько десятков участков. Я думаю, что мы сможем внутри побороться. Потому что это не полномочия президента, это правительство. Они принимают решение, сколько участков и как. Но дополнительно к этому мы вам сделали вот это окошко. Возвращайтесь домой. Потому что нужно проголосовать не только за список партий, но нужно и за кандидата от соответствующей партии по одномандатному округу. Потому что 50 депутатов будут избираться по спискам, а половина по одномандатному округу в конкретном районе. У меня зовут Наталья Тимонина, я из Кишинева, здесь живу практически 20 лет. О чем можно говорить с господином президента? Благодарить и просить. По поводу благодарности. Спасибо, что вы наладили с Россией. А второе, лично вам и супруги, за то, что вы так помогаете больным. Вы лично наши знакомые помогли больным бракам. Вы много действительно добьетесь, это слово. Это благодарность. А по поводу вопроса меня интересует самая незащищенная часть населения, это пенсионеры. Очень хорошо, что если кому-то повезет, у кого-то есть дети в России, в Европе, которые помогают им. Бывают такие нососы даже, это нечестно, просто как пример, вот мою маму зовут Евдокия Точинов, ей просто не посчитали в несколько десятков лет пенсию, потому что не нашли документы, сгорел архив или еще что-то. То есть получает, и я думаю, что она не интересна, уже не миллионы, но тысяч. Есть ли у вас какая-то программа помощи, у кого нет детей, у кого, вы же понимаете, что у детей жить невозможно. И про пенсию вообще. Спасибо. Хорошо. Ну, во-первых, то, что... Два вопроса. Первый, насчет благотворительности. Здесь скажу просто пару слов, наверняка вы видели, слышали. Я вам в прошлый раз об этом не говорил, потому что тогда мы еще не создали этот фонд. Мы решили создать благотворительный фонд первой леди Молдова и помогаем не из бюджетных средств, не из бюджетных. Помогаем людям. Мы где-то 200-300 детских садов получили от нас помощь. В этом году все дети, которые пошли в первый класс в Молдове, получили от нас рамцы совсем для школы. И мы это будем продолжать, вот помогли уже более 150 тысяч. И это мы будем продолжать. Это частные случаи, которые будем помогать. То, что касается пенсии в целом, несколько моментов здесь. Давайте так. Пенсионная реформа, которая была в нашем мире. Что мы хотим делать дальше? И третье, что будет с теми, кто работает в России, когда хотят вернуться домой по пенсии? Эти три вопроса, пожалуйста. Первый. Пенсионная реформа, я был категорически, являюсь векуристом против. Я считаю, что увеличивать пенсионный возраст категорически нельзя было. И в нашей программе, с которой мы идем социалистами на выборы, есть пункт, что мы отменим увеличение пенсионного возраста. Для Молдовы с качеством жизни, вы понимаете, что это означает. И то, что они сделали, как бы перерасчет, не все получили этот перерасчет, некоторые даже снизились, мы знаем там, что произошло. Поэтому, что мы будем делать дальше? Первое. Нужно аннулировать этот реформ, нужно вернуться к пенсионному возрасту, который был. Мы предложили индексацию пенсии два раза в год, чтобы на 1 октября, на 1 апреля. И чтобы оно было не на уровне инфляции, суммарно должно быть 15-20%. Для этого должен быть рост экономики. А рост экономики, вот спросила девушка там, Еврозес, открытие рынка здесь. Я провел форум большой молодороссийских экономистов. Российские бизнесмены сказали, Игорь Николаевич, мы готовы миллиард долларов в год инвестировать в Молдову. Что такое миллиард? В прошлом году прямые иностранные инвестиции в Молдову было 150 миллионов. Они готовы в 6 раз, только они инвестируют. Но они говорят, Игорь Николаевич, будет политическая стабильность, будете контролировать ситуацию, придем. Не будет? Не придем. Зачем арестовать? И третье, что касается тех, которые работают в России и наших граждан. И что будет, когда возвращаться домой. Есть соглашения, которые было подготовлено еще, если не ошибаюсь, лет 10 назад. С российской стороны оно согласовано полностью. Молдовская сторона не хочет подписывать. Согласно этому соглашению стаж, который здесь есть у наших граждан и выплаты, которые они делают социальные, вы же здесь платите, налоги. То они будут учитываться в нашей стране, когда эти люди придут домой получать там, на старой стиле. Это соглашение есть. А если у вас поставить либо договоры, которые согласуются на таком договоре, какие-то любые соглашения, которые у вас есть, патенты, и так далее, и так далее. В любом случае платятся налоги с них. И они учитываются, они учитываются. Вот это соглашение, которое нынешнее правительство не хочет подписать, наша задача подписать после 24 февраля. Я сделаю все возможное. Понятно ответ? Понятно ответить? Так, давайте еще один-два вопроса, и потом, лично, кто хочет, подойдет, еще поговорим. Согласились? Разрешите, я представляю, Сатага-Гуговский мир. Мы очень благодарны и относимся к вам уважительно. Кстати, берите пример с ГГУЗа. Знаете, сколько голосовало за меня в ГГУЗе? 99,3%. Я вам скажу так. Тот президент, который был в городе в будущем, и вы это уже подтверждаете. В Москве еще ни один президент не находил времени, чтобы встречаться с людьми. Сегодня здесь вам задают много вопросов. Но эти вопросы не ваши адресованы, они адресованы в адрес правительства. Но у нас нет правительства. И наша задача, чтобы этих вопросов не было, 24 февраля сделать правильный выбор. Выбрать нормальный парламент и сформировать хорошее правительство и многие отсюда уедут домой к родным, своим домам, детям, нашим родителям. От нас очень многое зависит. Кто не сумеет поехать домой, позвоните своим близким. Если хотите, чтобы мы вернулись домой, выйдите 24-й, сделайте хороший, правильный выбор. И тогда у нас все будет нормально. Спасибо. не знаю, кто она. Берите в администраторе. Председатель партия советского и воздушного администратора. в администратора. администратора. в администратора. в администратора. в администратора. в администратора. в администратора. Вот туда нужно обратиться и дать мне копию. Я думаю, что это может помочь. в администратора. в администратора. в администратора. В администратор.